Доброе утро! С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете, как полиция и МЧС будут работать во время праздников, кто накрывает новогодний стол в долг и какие бывают Деды Морозы. Новогодние праздники. Для большинства жителей области это время отдыха, а для стражей правопорядка служба в усиленном режиме. Во время праздничных каникул полицейские будут патрулировать улицы, особое внимание традиционным местам отдыха людей. А такими в новогодние выходные становятся почти все парки и скверы. С 31 декабря по 9 января на помощь сотрудникам МВД традиционно придут силы частных охранных предприятий и добровольные народные дружинники. В режим повышенной готовности на период новогодних праздников перевели подразделение МЧС. По статистике самый большой процент возникновения техногенных пожаров приходится на первую декаду января. Основные причины нарушения устройства и эксплуатации электрооборудования, неисправность печей и неосторожное обращение с огнем. Все силы регионального МЧС готовы к реагированию на возможные нештатные чрезвычайные ситуации. Кроме специалистов ведомства в усиленном режиме функционируют подразделения областной пожарной охраны, аварийно-спасательные формирования и добровольные огнеборцы. Всего для обеспечения пожарной безопасности во время проведения праздничных мероприятий задействовали почти две с половиной тысячи человек и более тысячи единиц техники. Почти половине россияне хватает денег на новогодние подарки. Итоги соцопроса опубликуют сайт областного отделения партии КПРФ. Перед новогодними праздниками резко выросло количество микрозаймов. Те, кто привык жить от зарплаты до зарплаты, берут кредит для того, чтобы все-таки побаловать своих близких новогодним сюрпризом. И по результатам опроса, занимающих деньги новосибирцев, выяснилось, что у 45% клиентов не хватает денег именно на подарки. А 40% просто не могут накрыть без долгов новогодний стол. У нас его называют Дед Мороз. В Америке Санта-Клауса, в Белоруссии Зюзя. У него много имен и много образов. Его ждут дети во всем мире и надеются на чудеса и исполнение желаний. Чем похожи, чем отличаются новогодние волшебники, узнали мои коллеги. Образ волшебного старичка с длинной белой бородой узнаваем во всем мире. Надет он чаще всего в кафтан или шубу красного цвета, обязательно атрибут, мешок с подарками. Самый известный конкурент или наоборот, партнер по праздничному бизнесу нашего деда, это, конечно, американский, канадский, австралийский, да и вообще западноевропейский Санта-Клаус. От российского отличаются слабым зрением и оравой подручных эльфов, которые делают подарки. Эти сувениры Санта и раскладывает потом хорошим ребятам под елки или в носки над камином, через которые, кстати, и проникает в дом. Следующий новогодний волшебник у нас известен в основном благодаря своему имени Йолу Пуки из Финляндии. Его можно узнать по длинным белым волосам, красной куртке из козлиной шкуры и красной шапке. Но рекордсмен среди Дедов Морозов в том, что касается заковыристого имени, это, безусловно, эстонец. Его имя звучит практически как новогодний тост. Ну, Елувана. Хоть с виду и похож на нашего родного в красном тулупе и с белой бородой. И все-таки самый настоящий Дед Мороз существует. Для того, чтобы встретиться с ним и получить подарок, вовсе не обязательно. Ехать на Северный полюс или не спать до полуночи. Достаточно просто прийти в торговый центр. Скоро, скоро к нам придет. Дагожданный Новый год. Полдопота нелегка. Съепим мы снеговика. Снеговика тофура. Йолку нажать пора. Ах, как и украшение. Йолка просто за предель. Ох, ты молодец. Ты такой стишок рассказала, прям длинный и сложный. Ты его где выучила? Мама мне его дала рассказать. А какой подарок хочешь на Новый год получить? Бабликин. Здравствуй, дедушка. Здравствуйте, здравствуйте. Настоящего Деда Мороза что главное? Борода, посох, подарки в мешке, может быть? Конечно, ребятишки любят подарки. Первым делом Дед Мороз подарим. Ну и, конечно, без подарков никак. А за что дарит Дед Мороз подарки? Да и за что? За то, что они дети. Их надо любить. В любой стране, в любой части света есть свой Дед Мороз. И именно он, кроме подарков, приносит веру в лучшее. С наступающим! Станислав Блинов, Борис Гладких, Новости ОТС. И к этой минуте у меня все новости. Для вас работал Александр Журбин. Всех с наступающим Новым годом и до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Доброе утро! С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете, каких нарушителей будут выявлять в праздники новосибирские автоинспекторы, какая культурная программа ждет жителей региона на каникулах и как безопасно запускать салюты. Рейд по выявлению пьяных автомобилистов проводит ГИБДД Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» продлится все новогодние праздники. Напомню, за управление машиной в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав. Тем, кто попался повторно, может грозить уголовная ответственность. Насыщенная культурная и спортивная программа ждет жителей региона на новогодних каникулах. Она охватит все районы и муниципальные образования. Организаторы за 8 выходных дней намерены провести больше 2,5 тысяч мероприятий. Это и новогодние театрализованные представления, праздничные вечера, эстафеты, выставки, конкурсы и многое другое. Известно, что в новогодние праздники новосибирцев и гостей города ждут выступления творческих коллективов филармонии, музыкальном театре, а также в театрах «Красный факел» и «Старый дом». Для детей также состоится шоу «Мандариновая тайна» в российско-немецком доме. Праздничные мероприятия запланированы в домах культуры по всей Новосибирской области. Помимо этого, на новогодних каникулах пройдет ряд спортивных мероприятий. Это и домашняя игра хоккейной Сибири. Кубок России по кьюрингу, Кубок губернатора по горнолыжному спорту, чемпионаты первенства области по лыжным гонкам и другие события. Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться на сайте регионального министерства спорта. На что потратили 8 миллионов бюджетных рублей. В Качковской районной больнице завершили ремонт инфекционного отделения. Что изменилось после капитального ремонта в сюжете наших районных коллег. Ванны. Теперь с винтарочками не придется у нас таскать тяжелые емкости для дезрастворов, чтобы обработать. Соответственно, посуду. Ну и здесь помещение расширилось, потому что все это было в одном помещении. Ольга Картышова 23 года работает в Качковской центральной районной больнице. Из них 12 лет в инфекционном отделении. Говорит, условия здесь были далеко не самые лучшие. Особенно для пациентов. Один санузел на все отделение. Теперь туалет и душевую обустроили практически в каждой палате. Также заменили пол, окна, двери. Двери были у нас вообще отвратительные, конечно. Конечно, и снег зимой надувало. Если хороший буранчик, то вход для пациентов у нас заметало хорошо. И закрывались они уже плохо. При любом порыве ветра лето могла с казняком открыться эта дверь. Но сейчас, конечно, надежнее все стало, безопаснее. Благодаря реконструкции здания палаты разделили на боксы. Добавили несколько процедурных кабинетов. Появились санузлы для инвалидов. Снаружи установили пандусы. В первую очередь, ремонт инфекционного отделения подразумевал это устройство вентиляционной системы. И под устройство вентиляционной системы еще была возможность. Мы, соответственно, смогли еще заменить и систему электроснабжения, канализации, сделать текущий ремонт. Также в этом году в Качковской центральной районной больнице заменили систему отопления в поликлинике. В рамках национального проекта получили санитарную машину и новый аппарат УЗИ для обследования детей. В будущем году планируют сделать капитальный ремонт. Яна Рагуля, Артем Медведев, Новость УТС. Почти половине россиян не хватает денег на новогодние подарки. Итоги соцопроса публикуются от областного отделения партии КПРФ. Перед новогодними праздниками резко выросло количество микрозаймов. Те, кто привык жить от зарплаты до зарплаты, берут кредит для того, чтобы все-таки побаловать своих близких новогодним сюрпризом. И по результатам опроса занимающих деньги новосибирцев выяснилось, что у 45% клиентов не хватает денег именно на подарки. А 40% просто не могут накрыть без долгов новогодний стол. Новосибирцам напомнили правила использования пиротехники в Новый год. Приобретать такую продукцию необходимо только в специализированных магазинах. Упаковка должна быть целая, на ней указана дата изготовления и инструкция на русском языке. Оцаревшие изделия запрещено сушить, используя нагревательные приборы. Также пиротехнику нельзя разбирать и бросать в костер. Не рекомендуется повторно поджигать фитиль, если он погас или прогорел. Также новосибирцам напомнили, что запрещено самостоятельно запускать фейерверки и салюты в помещениях любого назначения, а также при проведении массовых мероприятий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей. Кроме того, нельзя использовать пиротехнику на крышах, балконах, лоджиях, на территориях, прилегающих к железной дороге, вблизи нефтепроводов, газопроводов и линий электропередачи. Молодость, музыка, танцы и много юмора – таковы составляющие новой постановки Первого театра. 7 января в ДК «Прогресс» премьера мюзикла «Кавер-драма». По сюжету молодая команда готовится к большому музыкальному конкурсу. На сцене кипят страсти. Зрители ждут любовь и закулисные интриги, юношеский максимализм, таланты и посредственности, мечты и честолюбия, перехлёстывающие через край эмоции, а также страстные энергичные танцы и узнаваемые мелодии от Надежды Кадышевой «Добру на Марс». И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты в социальной сети Инстаграм УТС Нижнее Подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всех с наступающим Новым Годом и до встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Новый Годом и до встречи. Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете, как будет работать общественный транспорт в Новосибирске в новогоднюю ночь, что делать в случае задержки авиарейса и как изменится расписание электричек в январские каникулы. В Новосибирске в Новый Год изменится работа общественного транспорта. Метрополитен будет перевозить пассажиров до трех часов ночи. Об этом сообщает пресс-центр мэрии. Кроме того, автобусы, трамвай и троллейбусы, которые отправляются от станции метро, сделают последний рейс в час двадцать. В Новосибирске в новогодние праздники изменят расписание электричек. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. Новый график будет действовать с 1 по 8 января. Пригородные электрички будут ходить по расписанию выходного дня. Пассажиров просят быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений. Дополнительную информацию можно узнать на станциях и остановочных пунктах железной дороги, на официальном сайте компании и по телефону 050. Шумное веселье в компании сказочных персонажей, мастер-классы и, конечно, волшебный спектакль. Почти 900 детей, сотрудников и военнослужащих Росгвардии собрались на традиционной елке командующего в камерном зале филармонии. Праздник проводят уже больше пяти лет. Билеты на него раздают бесплатно. Кроме праздничного представления и игр с аниматорами, подвели итоги конкурса детского рисунка. Елка командующего – одно из многих мероприятий и часть большой шефской работы, которую проводят сотрудники Росгвардии для детей всей Новосибирской области. За этот год, вводя итоги, у нас вышла такая хорошая, интересная цифра, что более 70 тысяч детей нашими подразделениями, ветеранскими организациями, было охвачено в течение года. И половине россиян не хватает денег на новогодние подарки. Итоги соцопроса публикуются от областного отделения партии КПРФ. Перед новогодними праздниками резко выросло количество микрозаймов. Те, кто привык жить от зарплаты до зарплаты, берут кредит для того, чтобы все-таки побаловать своих близких новогодним сюрпризом. И по результатам опроса, занимающих деньги новосибирцев, выяснилось, что у 45% клиентов не хватает денег именно на подарки. А 40% просто не могут накрыть без долгов новогодний стол. Новосибирцам напомнили, что делать в случае задержки авиарейса. Рекомендации на сайте опубликовало региональное управление Роспотребнадзора. При задержке рейсом, его отмены вследствие неблагоприятных погодных условий, по техническим и другим причинам пассажир вправе отказаться от полета, потребовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, взыскать штраф с перевозчика и бесплатно получить услуги по хранению багажа, обеспечению прохладительными напитками и горячим питанием. Также люди могут рассчитывать на предоставление комнаты матери и ребенка, телефоны, звонки или сообщения по электронной почте. Чтобы воспользоваться услугами, необходимо найти представителя авиакомпании. Он может находиться на стойке, где проходила регистрация, а также в кассе аэропорта. В случае нарушений, связанных с задержкой рейса, новосибирцы должны обращаться в Роспотребнадзор по телефону горячей линии 8 800 350 50 60. «Мандариновая тайна» – так называется театрализованный квест, события которого развернутся во время большого рождественского праздника в русско-немецком доме. Шоу для детей будет идти три дня – 7, 8 и 9 января. В программе первый в городе театр живого действия, тонны мандаринов, мастер-классы по созданию рождественского настроения, фотосессия, зажигательная дискотека, бумажное шоу и сладкие угощения. Жадный снегирь стал героем видео, которое накануне сняла жительница Новосибирской области. Упитанный пернатый прилетел на семечки, заботливо насыпанный на подоконник жилого дома хозяйки квартиры. И на протяжении длительного периода времени не давал приобщиться к трапезе синицам. Автор видео заявляет, что обычно именно синицы прилетают подкрепиться. Но на этот раз подоконник завоевал снегирь. За птичьим боем из окна наблюдали кошки. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты в социальной сети инстаграм УТС нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всех с наступающим Новым Годом и до встречи. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Пирс ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok